Примерно несколько лет я обнаружил, что сейчас я окружен только теми, кто верит в меня, в кого верю я, те, кто дорожат мной и кем дорожу я. И я просто сравнивая свое самоощущение с тем периодом, как бы до перестроечным, я просто понял, что моя самооценка, моя уверенность, она зашкаливает. Кстати говоря, вот этот энергетический вампиризм, это довольно типичное явление у многих из нас. И сейчас, кстати говоря, у меня следующий парадокс произошел. Когда я встал, что называется, прочно на ноги как личность, теперь я уже сам готов подставить плечо, шею, подать руку тому, кто в этом нуждается. Но для этого мне, в общем-то, нужно было самому выйти на этот качественно новый этап. Кстати говоря, барренд персональный, он обязательно предполагает личность в человеке. Есть еще три составляющих баррента персонального. Барренд персональный – это обязательно человек особенный. То есть его особенность. Он отличный от других. Второе. Этот человек значим, он важен для тех, с кем он общается. И, наконец, это предсказуемость. Люди знают, чего от вас ждать. Люди могут на вас рассчитывать. Составляющие бренда – особенность, значимость и предсказуемость. Это три кита, на котором зыждется персональный бренд. А теперь, внимание, вопрос. Назовите, пожалуйста, вашу особенность, вашу значимость и вашу предсказуемость для окружающих. Нажимаем на паузу и думаем. Ну, пожалуй, для примера возьмем бренд тренера. Мне всегда, кстати, интересно, как я воспринимаюсь с окружающими. Это мне дает ту самую обратную связь. Я ее очень люблю. Даже если она не очень бывает приятная иногда. Итак, основные эмоции и ожидания от общения со мной. Я их структурировал. Это доверие, желание поделиться со мной проблемами, поиск сочувствия и понимания, ожидание мудрого совета, надежда на изменение своей ситуации в лучшую сторону. Иногда от меня хотят получить энергетическую подпитку, заразиться оптимизмом, позитивом и таким, знаете, энтузиазмом. Оправдываю ли я эти ожидания? И устраивает ли меня именно такое отношение к себе? Ну, на эти оба вопроса я отвечу утвердительно «да». В чем же моя сила? Знаете, как это? В фильме «Брат» в чем сила, брат? Итак, моя сила. Компетентность, ответственность, позитивный настрой на мир, разносторонность интересов, увлеченность, креативность, эмпатия к людям, искренность, говорю я, без ложной скромности. А как вы думаете, в чем сила бренда персонального? И вот здесь мы подходим к следующей теме. Это архетипы. Так вот, сила персонального бренда в архетипах. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, внимание, вопрос. Подумайте, пожалуйста, в чем ваша сила? Нажимаем на паузу и думаем. Что такое архетип? С древнегреческого это первообраз. У юнга это коллективное бессознательное. Могу еще добавить, что архетипы – это носители эмоций. Например, шут нас веселит, герой нас восхищает, заботливый вызывает чувство благодарности к нему. И так далее, и так далее. И именно эта эмоция, которая находится в самом архетипе, она цепляет нас, она вызывает эффект сопереживания, соучастия, содействия. И благодаря этому эффекту и достигается вот та самая заразительность, о которой мы еще будем говорить чуть попозже, обсуждая тему харизмы. Итак, если говорить об архетипах, это простак. Это человек, который желает уединиться в неком комфорте, это, как правило, интроверт и достаточно наивен. Это искатель. Понятно, ищет приключений, ищет человека, ищет истину, ищет себя. Это мудрец, тот, кто уже ее нашел, постиг и теперь передает окружающим. Герой, тот, кто защищает униженных и оскорбленных, защищает справедливость и так далее, это бунтарь, это разрушитель. Кстати говоря, отличие бунтаря от героя, как правило, в том, что они очень схожи по энергетике, по способам влияния на окружающих, они оба довольно экспрессивны, эмоциональны и сильны. Но бунтарю немножечко не везет. Он делает какой-то подвиг, который потом оказывается отнюдь не подвигом, а преступлением. Например, Пугачев и Разин, они в историю вошли как бунтари, но что до конца свое дело не довели. Ленин же стал героем. Правда, через 70 лет его тоже начинают зачислять в бунтаре, что история, она как бы тоже всегда имеет очень много поворотов. Итак, дальше. Маг – это тот, кто совершает нечто необычное, чудеса, в общем-то необязательно, какие-то там фокеры, фокусники. Славный малый. В отличие от простака, который пытается уединиться и жить своей жизнью, славный малый, он экстравертен, для него очень важно получить одобрение чьего-то, он хочет понравиться окружающим, но они оба, как правило, наивны, просто каждый по-своему. любовник. Ну, это понятно, это любовь к миру, любовь к людям, это определенная сексуальность. Шут. Шут – это весельчак, это эпатирующий, довольно эксцентричный, нередко. Кстати говоря, отличие между шутом и бунтарем в том, что они оба ориентированы на неспровержение каких-то условностей, какой-то системы, структуры. Но бунтарь-то делает сырьев, а шут – это делает весело и легко. Заботливый – это тот, кто хочет спасти человечество, тот, кто хочет всех накормить, обуть, одеть. Творец – это ищущий, это создающий, как правило, собственную реальность, это тот, кто не успокаивается в каких-то шаблонах мыслительных, он пытается все время что-то изменить. И, наконец, правитель – это некий контроль, это некое желание стабильности, некое выстраивание.